Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Раньше я ввел рубрику «Ответы на вопросы». Я хочу ее возобновить, но уже в 22-м году. А сейчас будет нечто подобное. Я зачитаю вам интересные письма, очень показательные, поучительные. Эти письма взяты в основном из рубрики «Отзывы» на нашем сайте надгар.ру. Вот этот раздел. В основном же люди пишут подобные отзывы под видеороликами в YouTube, в блог и лично мне на почту. Я зачитаю всего лишь несколько и прокомментирую их. И дам некоторые советы, пояснения, дополнения. Надеюсь, вам будет полезно это услышать, так как многие получат надежду, но не какую-то эфемерную, а реальную, так как и эти люди представить когда-то не могли, что подобное возможно. А пока человек жив, скажу я вам, возможно все. Если только человек получит знания и будет пользоваться этими знаниями, то есть действовать, а не лениться. Кто-то скажет, что это неправда, липа, сами написали, такие и бывают. Таким отвечу наперед, не судите по себе, не все люди подонки. Так вот мне таких писем приходило не одна тысяча, и даже придумывать ничего не надо. Я мог бы более ста видео сделать только по подобным письмам. Все эти люди присылали свои письма не по моей просьбе, я их лично и не знаю. Они написали эти письма, эти отзывы в знак своей благодарности мне. И чтобы поделиться радостью с другими людьми, просто по зову сердца. Итак, слушайте, всего три письма. А если захотите подобные видео, напишите под этим видео в комментариях об этом. И я буду подобные видео выпускать. Да, и очень много интересных отзывов приходит мне о наших кормах для кошек и собак. Но про это я сделаю отдельное видео буквально на днях. Итак, первое письмо Татьяна Петровна Малок. Огромное спасибо Юрию Андреевичу за его продукты и БАДы. Мой девятилетний сын после прививки АКДС, сделанный в младенчестве, заболел аутизмом. Диагноз синдром Аспергера. После курса дождевика в капсулах, три баночки, за два с половиной месяца, беспросветные двойки в учебнике постепенно стали сменяться тройками, потом четверками. И, наконец, у него появились пятерки. Усидчивости не было совсем, а сейчас он высиживает весь урок и даже два. Учеба была мучением для него, для учительницы и для меня, а теперь он с удовольствием занимается. Но еще пока остается у него гиперактивность, бегает и скачет по квартире без всякого смысла. Мы убедились, что препарат работает, причем первые четверки он получил на следующий день после начала приема дождевика. До приема дождевика он пропил курс лисички и уже полгода постоянно пьет биокедр и тайгу 8 экстра. Еще покупаем у вас продукты фокус, порошок брокколи, сныть молекулярной сушки, кофе, капучино, лечо, шоколадную пасту мусс, кокосовый крем-сгущенку, надгард комплекс и многое другое. Все необыкновенно вкусно, большая вам благодарность. Пару слов в мои комментарии. Про прививки я уже видео снимал. Наверное, вы смотрели и видео иммунолога Червонской на эту тему. Вдаваться глубоко и говорить о пагубе многих не буду. Многие прививки содержат ртуть, алюминий и другие ядовитые вещества, которые однозначно пагубно влияют на организм. Многие люди столкнулись с такой проблемой и бедой, как вот эта женщина. Что делает дождевик? Кстати, это видео мое про гриб-дождевик, посмотрите. Так вот, препараты из гриба-дождевик выводят из организма тяжелые металлы и даже радионуклиды. И тогда вполне понятно, почему улучшается состояние, тем более у детей, пока у них резервы организма огромны и не истощены. Порой человеку нужно не так много, чтобы добиться изумительных результатов. Просто если эти действия правильные меры никогда в жизни не применять, то и результата не будет. И можно биться головой об стену, ходить по врачам, принимать любые химические курсы, а результата будет ноль или практически никакого. А порой все гениальное просто и лежит на поверхности. Гриб-лисичка это часть программы антипаразитарной. Она необходима, каждому человеку проходить ее надо два раза в год, вот антипаразитарную программу. Потому что гельминты, паразиты есть у всех и приносят огромный вред организму, влияя на память, мышление, влияя на всю биологию нашу, биохимию. Совершенно верно, второй курс правильный с грибом-дождевик. А препараты Т-8 экстра и прочее содержат природные антиоксиданты, такие как полипринолы, биофлавоноиды и прочее. Все это укрепляет иммунитет человека. Но про фокус только что было мое видео, непременно посмотрите, кто еще не видел, это просто чудо, хотя тут чудес никаких нет, но люди это так воспринимают. Все правильно, а наши продукты, у кого есть возможность их покупать, аналогов им нет. Это живые продукты с уникальным полноценным составом. А люди, потребляющие нашу продукцию, получают полноценную пищу и дефицитное состояние, которое есть в нашем современном обществе у всех людей, у них постепенно проходит. А значит укрепляется иммунитет и восстанавливаются все функции организма, данные от природы и работающие по программе, заложенной в каждого из нас на здоровье, а не на болезнь. Работать начинают как положено. Перед вторым письмом скажу, предвосхищая ваши вопросы, что все наши продукты и товары, препараты можно купить на нашем сайте nadgard.ru. Мы отправляем свою продукцию в любые точки не только нашей страны, но и мира. В страны СНГ, США, Канаду, Австралию, Новую Зеландию, любую страну назовите, пожалуйста. Заходите на наш сайт, делаете ваш заказ и все. На территории Украины у нас есть представитель. Сайт Лавка Фролова в Киеве. На нашем сайте есть правило. Минимальная сумма заказа любого из 500 наших позиций в ассортименте, хоть одну штуку, другого одну, но главное правило от 10 тысяч рублей общая сумма заказа должна быть. Не буду пояснять сейчас, почему сделано так. По-другому мы просто физически работать не сможем. Но если вы хотите купить только одну какую-то позицию на любую абсолютно сумму, пожалуйста, для этого есть другой наш сайт nadgard.su, то есть su на конце, Soviet Union. Там, пожалуйста, на любую сумму. Но если ваш заказ будет от 10 тысяч, обязательно делайте его на нашем главном сайте с самым большим полным ассортиментом nadgard.ru. Второе письмо. Ирина Михайловна Павленко. Доброе время суток, Юрий Андреевич и вся ваша дружная команда. Решила написать отзыв о продукции, которую с удовольствием приобретаю на вашем сайте nadgard.ru вот уже более полугода. На кухонных и холодильных полках уверенно и надолго поселились многие продукты питания. Растительный кофе и капучино, сыроедные шоколады, изделия на его основе, вишни, тыквенные семечки, кишью, миндаль в шоколаде и многое другое. Сыроедные супы и каши, особенно любимый крем-суп шпинатный, борщ и полбяная каша. Соусы и приправы, аджики просто бомбические. И еще много-много других чудо-продуктов. Но особое положение занимает фукус с курагой. Я поясню, это называется комплекс. Вот этот фукус у нас на сайте, да. Это король всех и всего. Безусловно, полезен и невероятно вкусен. Низкий поклон вам, Юрий Андреевич, и всему вашему коллективу за ваш труд, за то, с какой любовью и терпением вы делитесь с нами этой удивительной продукцией, многочисленными знаниями, опытом, информацией. Безоговорочно доверяю качеству и заявленным свойствам всего, что представлено на вашем сайте, поскольку многое перепробовала лично и не понаслышке знаю о невероятных вкусовых и оздоровительных свойствах чудо-продуктов. Каждый вложенный в них рубль приносит многократную отдачу в виде удовольствия от употребления и оздоровительных процессов в организме. Также не могу не сказать о действии маркерного курса грибными препаратами. Начала этот курс по рекомендации уважаемого Юрия Андреевича в ходе индивидуальной консультации. Да, дорогие товарищи, я еще провожу пока индивидуальные консультации по здоровью, по лечению тех или иных болезней, разбору состояния организма и план действий на будущее и так далее. Под каждым моим видео на моем канале в ютубе, буквально под каждым. Если нажать слово «Еще», открываются ссылки. Если пролистнуть в самый низ всех этих надписей, то там будет название «Индивидуальная консультация» и напротив «Активная ссылка». Нажимаете, попадаете на страничку моего блога yufralov.blog, где подробно расписана информация про индивидуальную консультацию, условия, как записаться и тому подобное. Далее, читаю. Решаю многолетнюю проблему с внутрипротоковой, попеломой груди, фиброденомой груди, кистой в почке и узлами в щитовидной железе. Пропила сначала антипаразитарный курс. Это обязательная и совершенно удивительная часть курса. Совершенно верно. Твержу об этом всем уже много лет. Невероятно действенная. Затем три месяца пропила маркерный курс. Это веселка, шитаки, рейши. Дорогие товарищи, поясню. Посмотрите мое видео «Грипп веселка», там я подробно рассказываю об этом маркерном курсе и еще в моем видео «Общие принципы лечения онкологии». Дело не только в онкологии, дай бог, чтобы у вас никогда этого не было и у ваших близких, но речь идет о любых доброкачественных опухолях и практически о любых грибковых поражениях тут принцип один. Посмотрите то видео и вы поймете, о чем суть, и тем более я там подробно об этом курсе рассказываю, расписываю его, поясняю все нюансы. Продолжаю. Сейчас начала пить комплекс другой – веселка, шитаки, митаки. Правильно, это следующие три месяца в данной ситуации. Но там еще свечи должны быть веселкой, шитаки, наверное, женщина просто забыла об этом написать. Конечно, проблемы еще не решены полностью, но исчезли, внимание, все уплотнения и боли в груди. От мелких узлов щитовидки не осталось и следа. И на фоне приема грибных препаратов стали бледнеть и уменьшаться в размерах кератомы на груди. Вот скажите, дорогие друзья, это ли уже не чудо? Можно ли без операции, казалось бы, без каких-то иных сложных медицинских манипуляций, естественным путем уменьшить или полностью избавиться от тех же узлов щитовидки? Например. А это не чудеса, это всего лишь знания. Вот и все. Далее письмо. Я уж молчу про самочувствие, энергию, крепкое здоровье. ОРЗ, грипп, простуды меня просто избегают. Улучшилось состояние кожи, пищеварение и работа кишечника идеально. Я, правда, пропила после курса антипаразитарного пропионовые бактерии ИВИТО. Дорогие товарищи, поясню. Это уникальные симбиотические пропионовые бактерии под названием ИВИТО, которые были разработаны еще в советское время. Одна женщина, одна ученая сохранила, к счастью, эту культуру и эту лабораторию. Все аптеки заполонены всякой гадостью, подделками. Это вообще сложная, очень тяжкая отдельная тема, но... И не помню сейчас, было ли у меня видео отдельное про бактерии ИВИТО, но я в своих некоторых видео про это пояснял. Так вот, восстановление работы ЖКТ. Заселение симбиотической родной микрофлоры для хорошего пищеварения, правильного, да? Для восстановления кишечной микрофлоры после какого-нибудь курса, скажем, антибиотиков или химиотерапии, когда убивается иммунитет, соответственно, кишечная микрофлора. Главная наша иммунная фабрика организма, по сути, просто спасение вот этих самых бактерий ИВИТО. Кстати, когда, например, отравился ребенок или там взрослый человек, двойную-тройную дозу можно выпить сразу. То есть, 2-3 флакончика вот этих бактерий ИВИТО и пройдет отравление. Не будет последствий тяжелых. Это уникальная штука, а, кстати, как правильно применять под товаром на нашем сайте надгар.ру, то есть, вот набираете бактерии ИВИТО или просто ИВИТО в поисковике, и там красного цвета прямоугольной рамочки, буквально в 7-8 строках написано кратко, как применять. Все очень просто. Продолжаю. И это очень мне помогло решить ряд побочных проблем с ЖКТ. Пяточки, как у младенца, уверена, что грибам помогает любимый мною диатомит. Да, диатомит это раковины, ну, форминифоры, других диатомовых водорослей древних морей. Это отложения органические. И вот мы работаем с одной компанией, которая добывает, у нас в стране, кстати, эти диатомовые отложения, и делает препарат, когда так и называется диатомит, состоящий практически полностью, ну, там, на 98% из кремния. Одного из самых главных минералов на нашей планете, и так не хватающего, не достающего нам из нашей современной пищи. А это и крепость волос, это и иммунитет. Ну, тут перечислять не надо, посмотрите, у меня на сайте описание под товаром диатомит. Продолжаю. В общем, процесс оздоровления идет полным ходом, и я полна сил и уверенности, что проблема будет решена однозначно. Обязательно поделюсь результатами. Здоровья и благополучия всей команде, и вам, Юрий Андреевич, лично, и, конечно, вашей семье. Благодарю, благодарю. Процветание в бизнесе и свершение всех планов, творческих в том числе. Ну, а многим сомневающимся, по большей уверенности, и чутья, и логики, и здравого смысла. С уважением, Ирина Михайловна Павленко. Благодарю вас, Ирина Михайловна, за такое письмо, письмо от души. Письмо очень важное, потому что оно показывает путь вот простого человека, который начал, встал на путь, на путь природного лечения, естественного, как говорил Гиппократ, что наша пища, это наше лекарство, правда, в наши дни это все гораздо сложнее, потому что в наши дни, в отличие от времен Гиппократа, добавились такие факторы, влияющие на человека, каких не было еще и сто лет назад, что уж говорить про тысячу и более. Страшная химизация, электромагнитное излучение, ГМО-продукты, химия в быту, на работе везде, продукты их питания, отравление тяжелыми металлами, радионуклидами. И, к сожалению, в наши дни без дополнительных мер, без концентратов питательных веществ, без средств выведения токсинов и ядов из организма не обойтись и не быть здоровым. До этого человек себя сам, человечество довело, но я в этом не виноват. А я лишь предлагаю пути реального решения этих и многих других проблем со здоровьем. И вот вам, пожалуйста, результаты. Ну а сейчас я зачитаю вам третье, последнее на сегодня письмо, но перед этим пару слов вот о чем. Посмотрите непременно мои видео вот про этот уникальный фокус, результаты, которые люди получали от его применения, про новые и полезные продукты питания, про лампы и полезное для зрения освещение, видео, как вывести тяжелые металлы и радионуклиды из организма, видео про ультрафиолетовые стерилизаторы, рециркуляторы и озонаторы, про то, как дезинфицировать воздух от любых инфекций в помещениях, и видео о том, как поднять железо, ферритин, гемоглобин, какие исследования проводить, ну, в общем, что, зачем и почему. Эти очень ценные видео будут даны по ссылкам под видео, вот под этим, которое вы сейчас смотрите. Третье письмо написала Эльвира. И, кстати, это письмо очень поучительное, и есть в нем большой смысл и глубокая мораль. Ну, вы сейчас поймете, о чем я имею в виду. Юрий Андреевич, огромное спасибо вам за это и многие другие ваши лекции. Воистину бесценный труд. Вы каждый рубль, каждую копейку, заработанные на продаже вашей продукции, заслужили с лихвой. Ведь вместе с вашей продукцией вы несете людям ценнейшие знания, делаете свой бизнес на оздоровление людей, а животноводческая промышленность строит свой бизнес на смерти сначала животных, а потом, как следствие, на преждевременной смерти людей, которые этими самыми животными продуктами обжираются. Никогда еще за всю историю человечества люди не употребляли столько животной пищи, как сейчас. Многие и на завтрак, и на обед, и на ужин за это и расплачиваются. Совершенно справедливо, абсолютно. Вот тут и есть глубочайшая мораль. Далее, что касается паразитов, то даже известный натуропат Андреас Морец точно так же, как и советов, заблуждались по поводу проблемы паразита в организме человека. Поясню, они считают, что человек, перейдя на живое питание, сыроедение, все само собой решится, и паразиты не будут жить в чистом типа теле. Конечно же, это полная чушь, и в своем видео ответ советовал, в чем он заблуждается, и это подробно пояснил. Кратко вам сейчас лишь скажу, что, ну, представьте, если, например, есть разные виды, у них свои экологические ниши. Например, та же аскорида, взрослая стадия этого паразита, круглого червя, живет в тонком кишечнике человека, своим крючком он прикрепляется к стенке кишечника и пьет кровь. Он питается кровью нашей с вами. И вот просто подумайте сами, ответьте себе сами. Какая разница, какой иммунитет, а иммунитет это защитные клетки нашего организма, лейкоциты, макрофаги различные, которые могут уничтожить только отдельно взятую одну какую-то клетку. А это паразиты, сложные многоклеточные существа с очень прочной защитной оболочкой, которая даже не разъедается от кислоты нашего желудочного сока порой. И люди несут такую чушь насчет там какого-то иммунитета в плане паразитов. Это же вам не бактерии, вирусы или грибки, когда мы действительно можем об иммунитете говорить. Паразитам на наш иммунитет наплевать. Люди вообще просто даже не понимают, что такое иммунитет. И летают в облаках, фантазируя и выдавая желаемость действительная. Продолжаю. В своей книге «Секреты вечного здоровья и омоложения», не знаю, переведена ли эта книга на русский, Морец черным побилом написал, что просто нужно поддерживать чистоту в организме, не кушать животные продукты и так далее. И тогда проблема паразитов отпадет сама собой. Какая чушь, это от себя я говорю. Если бы все было так просто. Кстати, изобретение тройчатки принадлежит не Семеновой. Она позаимствовала ее у Хильды Клак, которая очень глубоко изучала проблему паразитов, живущих в человеке, и применяла биорезонанс для их выявления. Пожалуйста, продолжайте свою рубрику «Ответы на вопросы». Вот, кстати, да, действительно. И свои тематические лекции. Кстати, дорогие товарищи, напишите, хотите ли вы, чтобы я продолжил свою рубрику «Ответы на вопросы». Вот прям пишите под этим видео, не ленитесь. Вы помогаете сотням тысяч людей решать проблемы со здоровьем, и все это доступно практически каждому. И как же повезло тем, кто понял всю ценность ваших лекций и вашей продукции и начал этим пользоваться. А те неадекватные люди, которые вам хамят, не заслуживают вашего внимания вообще. Они сами-то себе не нужны. Так почему какой-то добрый самаритянин должен о них позаботиться? Они предпочитают смотреть программы типа «Еда мертвая или живая» или «Теория заговора» и слушать этот детский лепет ведущих о правильном питании. Как говорится, спасение утопающих. Я уже 22 года живу в Канаде, и здесь тоже есть натуропаты, которые, как когда-то выразилось Бутакова, что-то там шаманят с вареной едой. Советуют заменить мясной стейк на веганский, соевый. Это ужас, конечно. Кстати, напичканы неизвестно какими ингредиентами, чтобы имитировать вкус мяса. Кстати, известно, какими ко мне обратилась тут компания, которая на российский рынок вывела вот эти продукты искусственного мяса, ну, веганские в смысле, там, из сои и десятков других компонентов. Так вот, я посмотрел внимательно состав, я задал определенные вопросы. С точки зрения бизнеса мне было это очень интересно продвигать, тем более одному из первых этот продукт на российский рынок. Но когда я понял, увидел состав, прошло много времени, я не помню весь состав, но я там ужаснулся и, конечно же, отказался продавать эту химию. Продолжаю. Скажу лишь, что таких систематизированных знаний, как у вас, днем с огнем не сыщешь. Я много прочитала литературы по нутропатии на английском языке, и многие вещи уже и до ваших лекций знала. Но с каждой новой вашей лекцией мой кругозор все больше расширяется, и я получаю ответы на многие вопросы, которым не находила ответы многие годы. А главное, теперь я знаю, какие доводы приводить мясоедам и молочноедам о вреде этих продуктов. Молочку не ем уже 10 лет, мой муж лет 30. Новым зрителям скажу, вот моя лекция главная о молоке и молочных продуктах. Их у меня несколько, на самом деле, лекций. Будет интересно, найдете, посмотрите. Лишь скажу, что с точки зрения биохимии, более-менее, скажем так, безопасно. Чистое сливочное масло лучше топленое, потому что там нет остаточного следа молочного белка казеина. А вот сыр, творог и цельное молоко очень вредны. И не нужно только нести чушь насчет того, всю жизнь ели бабушки, дедушки. Почему я вот на эти все вот эти претензии, бабушки, дедушки, все подробно изложил в моих вот тех лекциях. И под ними почитайте комментарии. Пытаюсь отказаться полностью от мяса с переменным успехом. Ну, вот это вот, кстати, очень жаль. Ну, это вообще элементарно. Просто осознайте, что это не человеческая пища. Осознайте, что только горе и беды может причинить эта так называемая еда. К тому же вопрос этический здесь на первом месте должен стоять. И посмотрите мои лекции в этом смысле хотя бы. Мое видео с провокационным названием «Мясо надо есть» и второе «Раздельное питание». Нужно время, чтобы перестроиться психологически. На самом деле нужна одна секунда, чтобы перестроиться. Вот когда я когда-то в свое время осознал и сказал себе, что никогда больше мяса и другие продукты, убоя животных я есть не буду. С этого момента я никогда не ел и не съем. Ну, если, конечно, кроме случаев, когда случится какая-то мировая катастрофа, и тут уж дело до выживания, в критических ситуациях тут уже другое дело. Не у всех такая сила воли, как у вас. Тут, знаете, главное, это очень важно, безусловно. Но тут очень важно понять и сказать себе, как бы психологически, подсознательно, исключить это, это не продукт питания, и все. И все на свои места встает. Умом понимаю, что животные продукты вредны, но тяжело побороть свои привычки, привитые нам с детства. С уважением, Эльвира из Монреаля. Я еще раз повторю, что под видео будут ссылки все, о чем я говорил. Посмотрите непременно, не поленитесь. Скоро будут другие интересные видео на моем канале. Не забывайте, подпишитесь, кто еще не подписался. Нажмите на колокольчик, на уведомления о выходе всех видео. Не забывайте проверять подписку. Приходят ли вам новые видео? Я публикую обычно два, как правило, три видео в неделю. Имейте это в виду. Ну, а на этом все. Я желаю всем хорошим, честным и порядочным людям крепкого здоровья. Увидимся в новых видео. До свидания.